Наш край славится известными людьми. Здесь и певцы, и поэты, и актеры, и деятели культуры, журналисты. В общем, можно перечислять долго. Но одного из самых известных мы отметим Тверского купца Афанасия Никитина. В этом году исполняется 550 лет с путешествия Тверского купца Афанасия Никитина в индийское государство Бахмани, которое он описал в путевых заметках «Хождение за три моря». Конечно же, как Тверь могла пройти мимо этого события? Было решено организовать выставку под названием «Индия-Россия. Глазами любви», куда мы с удовольствием отправились. Это был повод провести вот такой пленэр, посвященный 550-летию Афанасии Никитину. Здесь художники разные, от Владивостока до Калининграда. Разного возраста художники, разного направления, разных стилей. В течение года я изучала материал о Афанасии Никитине по его путевым заметкам, изучала те места, где он был, потому что в свое время я в Индии была два раза. Я сделала вот серию работ, посвященную «Хождение за три моря», начиная от Твери, через Иран, Индию. Работы, представленные на выставке, пленэрные. Вы можете себе представить, художники писали эти работы всего за каких-то 2-3 часа. Уму непостижимо. Выставка «Индия-Россия глазами любви» берет начало в проекте под названием «Русская Атлантида», главная цель которого – широко раскрыть тему утраченных памятников истории и культуры. Он существует уже три года и вовлекает в творческое объединение высокопрофессиональных мастеров художественного искусства, с каждым разом расширяя свои границы. Эта работа проделана прежде всего при участии такого замечательного талантливого человека, как Виталий Васильев, представитель Санкт-Петербурга. Благодаря ему у нас появилась такая выставка. Ну и, безусловно, это вклад нашей землячки, народной художницы Российской Федерации Людмилы Георгиевны Юга. В ноябре этого года в Государственной Думе Российской Федерации, в середине ноября, у нас эта выставка опять-таки будет представлена. Только представлена в еще более, скажем так, расширенном составе. Буйство красок, цветов, аутентичность образов завораживает. Все работы очень атмосферные. Посетив выставку «Индия-Россия глазами любви», захотелось стать частью представленных сюжетов. Как мне кажется, я вписалась бы в индийский колорит. Да и цвет моего платья уж очень подошел к данной теме. Ну а сейчас вас ждет традиционная рубрика «Творческая жизнь» киноконцертного зала «Панорама» и расскажет вам подробнее об этом Светлана Шепет. Позади летнее солнцестояние, как говорится, вершина или макушка лета. Считается, что именно с этого дня природа начинает понемногу готовиться к осени. И невольно вспоминаются строки. Пережить эту серую осень можно только под знаком любви. 5 ноября в нашем зале будет выступать группа «Лесоповал». Говоря об этом коллективе, нельзя не вспомнить ее создателя, Михаила Танеча, поэт и лирика с твердым характером, чья жизнь прошла именно под знаком любви. Михаил Танеч фронтовик, кавалер орденов Отечественной войны первой степени, славы третьей степени, ордена Красной Звезды. На фронте он прошел артиллеристом путь от Белоруссии до Эльбы, был тяжело ранен. Ушел на войну, считай, мальчишкой. В одном стихотворении он вспоминает «Я был с семнадцати предели и увлеченно воевал, и напрягался на предели и через край переливал». У него не много таких строков и вспоминаний, именно строк, а целых произведений про те памятные годы у поэта совсем мало, да и они представляются мне какими-то невоенными. Главное там иное, то, что звучит в таком, например, признании. «Потом, когда войны не стало, и мы приехали с войны, мы были люди из металла и рядовые пацаны». Эти слова словно бы ключ к последующим годам, к тому, что пришлось пережить и прочувствовать, простота и сложность, сдержанность и искренность, а главное – большая любовь к жизни. После войны Михаил Танч вернулся в Ростов-на-Дону, поступил в инженерно-строительный институт, но не закончил его, а попал в тюрьму. Как вспоминает сам после поэт, «Я отсидел шесть лет в одном из самых жутких сталинских лагерей за какую-то ерунду, за анекдот, за слово. Сначала злился, а потом понял, наверное, правильно меня посадили. Государство имеет право и должно себя защищать». Но пережито было немало, поэтому неудивительно, что главный творческий проект Михаила Танеча – это группа «Лесоповал». Музой для поэта была его вторая жена. В 33 года он женился на 18-летней Лидии Козловой, с которой познакомился на вечеринке. Она спела под гитару, подобрав подходящие мелодии, две песни на его стихи. И понятия не имела, что автор находится рядом. Долгие годы Лидия Козлова была первым соавтором своего супруга, а после его смерти в 2008 году стала художественным руководителем группы «Лесоповал». Можно сказать, что песня «Погода» в доме, списанном Михаилом Танечем собственной многолетней счастливой супружеской жизни. А группе «Лесоповал» Михаила Танеча в 2020 году исполнилось 30 лет. Бесспорно, музыканты занимают особую нишу в российском шансоне благодаря удивительной лирике поэта-песенника. Продюсер и художественный руководитель группы «Поэтесса» Лидия Николаевна Козлова сказала, стихов Танеча, не положенных на музыку, хватит еще на десяток альбомов. Именно благодаря этому не стихает интерес группе «Лесоповал». Танеч создал многие замечательные песни и оставил наследство огромное количество яркой поэзии, которая со временем превращается в любимые песни. Несмотря на редкие появления на телевидении, группа «Лесоповал» не теряет поклонников и продолжает дарить нам с вами яркие живые выступления. Именитый коллектив является участниками ежегодной национальной премии «Шансонгода» в Кремле. Главная отличительная черта артистов – высокий профессионализм. На концертах группы «Всегда живой звук» песни «Лесоповала» – это непростые истории из жизни простых людей. «Эх, судьба моя неволя, жизнь кругами по воде, я как перекат и поле, я и всюду, и нигде». «Эх, судьба моя неволя, жизнь кругами по воде, я как перекат и поле, я и всюду, и нигде». Не пропустите наш удивительный душевный музыкальный вечер на концерте вы услышите стопроцентные хиты, а так называемые разбойничьи танцы никого не оставят равнодушными. Итак, следите за нашими анонсами, заходите на наш сайт, будьте здоровы и счастливы. До новых встреч! А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, Куда тебя я приведу? А белый лебедь на пруду качает павшую звезду на том пруду, Куда тебя я приведу на том пруду, Куда тебя я приведу на том пруду, оставайтесь с нами и до скорых встреч!